друзья всем привет в этом видео предлагаю вместе со мной достать корешки вот этой вот орхидеи которая у нас находится после покупки вот в этом полиэтиленовом горшочки уже наверное года два точно как потому что она уже за время нахождения у нас на канале уже 33 раза отцвела вот наконец-то у нее закончил цвести последний цветонос и пришло время ее достать и посмотреть по какой причине у этой орхидеи теряется тургор листьев то есть стал замечать последнее время что у орхидеи стал пропадать стала пропадать упругость и листья стали какие-то квелы на мой взгляд этой орхидеи не хватает влаги а сквозь вот этот вот полиэтиленовый горшок невозможно увидеть в каком состоянии находятся корни вот в такой вот оранжерейной посадки а это оранжерейная посадка мог сфагнум и несмотря на то что я эту орхидею поливаю в том же все режиме то есть по мере просыхания вот этого горшочка орхидея последние месяц стала скажем так чувствовать себя не очень хорошо поэтому решил я ее достать все-таки руки до нее дошли и вместе с вами посмотреть что там происходит и уже по обстоятельствам провести определенные те или иные общем действия с это возможно мы и даже и пересадим в новый горшок так ну вот друзья наша с вами орхидеечка вот так вот она выглядит значит у нее нормальные листья только вот эти последние два один и второй остальные вот три листа они такие квелы плюс один лист отсох но отсох он целиком желтел и орхидея целиком его отсушила у меня есть основание полагать что вот в этом вот горшке полиэтиленовом видите посмотрите в котором находится мох а еще оранжерейная посадка корни у орхидеи ну скажем перестали работать а перестали работать возможно от того что ну либо пересохли либо перри лились либо от температурного режима этим летом перестали в общем функционировать и соответственно орхидея их отключила и живет за счет только вот этих вот воздушных корней которые из окружающей среды не могут в достаточном объеме обеспечить эту орхидею влагой поэтому мы сейчас достанем посмотрим чтобы не потерять эту орхидею потому что когда у нас теряется у орхидеи тургор то орхидея в этот момент с минимальным иммунитетом от болезней и насекомых вредителей и может заболеть а мне бы не хотелось эту орхидею потерять потому что эта орхидея у нас очень интересная у нас есть ее скажем аналог но только в другом варианте цветения это хор джи фэнси пилор но пилор в варианте цветения бабочки а у нас есть такая же орхидея но мы ее сейчас посмотрим чуть позже в цветении такого нераскрывшегося тюльпанчика но она процвела не не нераскрывшимся тюльпанчиком а в виде было похоже в виде туфельки до пофеопедилома такого цветка с нижней такой большой губой как пеликан и лепестками на цветочку в общем такой необычный был у нее вариант цветения точнее вариант цветение цветочков самих непосредственно так ладно друзья хватит разговаривать давайте мы ее достанем из этого полиэтиленового транспортировочного горшка так пальцем пытаюсь я ее выдавить отсюда то есть у нас что-то здесь не выходит возможно где-то корни возможно где-то корни прилипли нет все нормально отошло вот такая вот картина у нас но надо сказать я хочу еще сказать что это орхидея и при покупке года два назад она тоже не отличалась какой-то там знаете хорошим состоянием корней вот ну и как видим что вполне возможно от какого-то стресса это орхидея отключила корни и они перестали работать и продолжая поливать орхидеи я намачивал отмершие корни кстати смотрите как видите орхидея из размера 1 из 7 вот видите маленький такой пучок как часто делают садовники значит перри значит увеличивать берут орхидею в 1 из 7 пересаживают и вот в такой горшок и она уже получается в третьем размере 3 дюйма и соответственно цена а сама орхидея маленькая вот такая вот а цена зависит от размера горшка в котором она находится понимаете да то есть но бывает лукавят таким образом и не раз я покупал орхидеи знаете написано что размер два с половиной три вот такой горшок она вот такая вот пипулечка маленькая вот прям вот с пол мизинчика это бывает размер 17 она вот такой вот слон как вот эта орхидея то есть бывает всякое но сейчас время такое что продавцы не только наши российские скажем лукавят при продаже орхидеи но и бывает что вот нередко и тайваньские азиатские садовники так ну как и предполагалось друзья да в орхидеи практически полностью вот такая вот картина погибшие корни и по всей вероятности они еще были погибшие довольно таки давно потому что до такого состояния корни могут ну скажем так идти но не один месяц а то может быть и год поэтому вполне возможно что вот такая вот корневая система у нее образовалась в прошлом году когда я скажем так форс-мажорные обстоятельства были когда я попал в больницу и три месяца лежал с этим всеобщим мировым вирусом до 3 нет риме 3 недели и эти три недели естественно орхидеи не поливались и вот что я успел успел уже будучи в больном состоянии что успел полить то успел все остальное конечно я когда вернулся то обнаружил ну большая часть было все нормально с орхидеем так пару орхидеи только погибли трехнедельном отсутствии и вот вполне возможно что вот это орхидея друзья сейчас у нас сентябрь а точнее октябрь получается год назад в конце октября ровно год назад прошлого года я заболел и вполне возможно эти корни погибли вот как раз таки в октябре-ноябре прошлого года потому что но они сами видите в каком состоянии то есть не один месяц требуется чтобы вот с учетом того что горшочек такой водорослями был покрыт сразу заметить обратить внимание не представлялось возможным тем более когда огромная коллекция ладно друзья давайте мы ее сейчас сейчас я возьму секатор секатор возьму и мы почистим почистим корешочки я думаю что вам будет очень интересно смотреть в хорошем качестве всю эту процедуру мы сейчас от сперва уберем всю эту лохмастость то есть все вот эти вот сухие щупальца чтобы оценить насколько у нее длинная шея почему потому что сам сорт орхидеи он такой что это орхидея способна вытягиваться в длину основание вытягиваться и постоянно наращивать корни из пазух то есть такая вот она интересная орхидея у нас есть такая орхидея я уж только что сказал в варианте цветения пилорик так я вот это вот все друзья все тяжи я срезаю вот эти вот срезаю я не перестаю говорить о том что тяжи вот эти вот прожил очки они никакой полезные для орхидеи функции не несут они сами по себе воду не впитывают они просто не могут ее впитать вот потому что эта функция у вилами на то есть веламен это не просто оболочка это еще и прежде всего накопитель для воды и двери именно двери то есть веламен обладает определенными свойствами пропускать вот внутрь загонять вот сюда внутрь эту воду внутрь вот этого стерженька сам по себе стерженек он если его опустить в воду он не впитывает воду он просто в воде будет болтыхаться и все а вот эту функцию выполняет веламен то есть он мембраны открывает вот у этого скажем корешка и внутрь туда запускает воду больше сам по себе вот этот вот тяж его называет он не может без веламена поэтому там где веламен погиб сам вот этот вот уже просто не имеет в общем смысла его держать не имеет единственный смысл то что если совсем у орхидеи нет корней некоторые оставляют эти корни для того ну и присыпают грунтом чтобы орхидея в горшочке держалась вот ну как бы вот как вот эти вот проволочки удерживали ее в посадке так ну значит все мы вот это вот срезаем вот этот корень у нас тоже такой какой-то вот эти корни тоже у нас вроде бы с одной стороны смотришь целый но он уже все пошел процесс его гниение так основание тоже срежем кстати основание посмотрите видите а чистенькая сейчас я так вот возьмем мы его немножечко это основание сейчас сюда вот пенится ну да немножечко пошла эта пенка значит перекись водорода значит еще работоспособная перекись как только перестанет она пенится это значит все реакция перестала то есть вместо перекись стала 1 вода так сухое все тоже срезаем вот эти вот так цветонос сухой вот он вот смотрите сколько раз цветонос 2 сухой цветонос 3 сухой цветонос 44 сухих цветоноса уже засохших 1 2 3 вот здесь 4 и 1 вот он 5 то есть 5 цветоносов было это орхидей ну понятно что не все пять сразу цвели но это орхидей три раза у нас цвела уже дома именно дома поэтому вот она такая цветунья цветы очень красивые я если найду фотографию вставлю конечно здесь в процессе видео она бабочкой цвела обалденная такая красотка такой знаете алла свекольный красно-свекольный у нее такой цвет обалденный она такая восковая плотная очень очень она эффектно выглядит орхидея так вот у нас отломился друзья держал видите как плохо выломал выломал цветонос а здесь кстати видите ткань хорошая у орхидеи основание такое зеленое то есть не не повреждено это очень хорошо хорошие показатели узнаете я даже наверное сейчас в этой орхидеи мы ее и обрежем вот это вот основание знаете как да вот так вот и обрежем резко я прямо так сейчас раз вот этот пенек конечно можно посадить его пока выкидывать не буду мы его припудрим и посажу может быть чего-нибудь из нее получим вот и вот из этих оставшихся значит основание чешуйки эти снимаю вот эти сухие открываю значит орхидеи живые ткани на основании вот так вот мы все зачищаем чтобы нигде у нас здесь не было пазух в которых бы могли скапливаться частички частички органических каких-то органического мусора до отмерзших тканей и потом чтобы это там не загнивала и не приводило к гниению болезням вот поэтому конечно желательно все это срезать хотя знаете я из своего личного многолетнего опыта могу сказать что если нормально за орхидеи ухаживать периодически обрабатывать различными антигрибковыми там антибактериальными средствами делать профилактику да правильно ее содержать в условиях я имею до температура влажность освещение тогда у орхидеи будет хороший иммунитет и все вот эти процессы там гниение еще каких-то там нашествия насекомых извне они проходят боком мимо нее я уже не раз рассказывал как например насекомые вредители не садятся на орхидею с хорошим иммунитетом потому что орхидеи как и многие комнатные цветы имеют такое свойство выделять выделять вещества которые отпугивают насекомых вредителей года наверно два назад я проводил эксперимент брал хороший здоровый эксперимент орхидею а надо мной смеялись некоторые вот и ставил с комнатным растением рядом горшок ставил который был усыпан мучнистым червецом и вот ни один мучнистый червец они садились но так и не снис нее и орхидею не не колонизировали рядом цветок весь выпили полностью выпили цветок погиб но это было не орхидея же не помню какой там цветок был вот а орхидея как стоял так и стоял вот ничем и никакие химию не обрабатывал так вот эти два цветоноса я тоже сейчас обрежу они в принципе не нужны но вот вот эти вот вот эти вот корешки нам пригодятся что мы сейчас сделаем друзья я хочу эту орхидею немножечко скажем так взбодрить вот вот этим вот тоником вот этим тоником тоник для листьев орхидей в том числе он является еще таким активным антистрессом видите у него витаминки янтарная кислота самое то чтобы взбодрить орхидею я ее опрыскаю листья с обратной стороны в основном вот так вот ну и что-то на корне обязательно друзья чтобы корни немножко у нас сейчас стали эластичными да вот так так вот все этого будет достаточно значит что еще я сделаю друзья пока она у нас сейчас полежит вот здесь я вот эту вот часть хочу обработать корицей друзья корицей меня уже заканчивается корица у меня настоящая корица но не эта упаковка я просто в этой упаковке насыпаю но у меня закончилась она поэтому я буквально несколько дней назад заказал купил корицу я вам покажу меня часто спрашивают какую корицу где-то и покупаешь друзья на вальдбрисе купил на вальдбрисе вот я вам просто покажу какую я покупаю сейчас мы с вами заодно я распакуем так у нас магазина к сожалению таких вот продуктовых настоящую корицу не продают у нас есть плейлист на канале который называется корица для орхидей и а я там в этой плейлисте в этом собираю все видео в которых применяю корицу использую корицу . вот смотрите какую я покупаю это не кассия не кассия настоящая корица не кассия вот такая вот вот настоящая друзья молотая это молотая корица вот страна происхождения шри-ланка вот такая вот друзья вот такой вот я и применяю сейчас мы вот я не знаю можете в другом любом магазине купить ну вот я просто меня спрашивали в какой какой именно ты покупаешь вот друзья вот такую я именно и покупаю вот вот и вот отсюда с пакетика я беру сколько там надо и вот другой вот такой там походный отсыпаю и применяю ее так ну что давайте значит применим здесь у меня уже видите есть я либо ватной палочкой либо кисточку беру вот так вот кстати кто помнит у нас на канале мы все значит растения точнее орхидеи которые обрабатывали вот так вот корицей они все у нас быстро прям очень быстро начинали адаптироваться начинали выпускать там деток если это пеньки одна из последних у нас помните орхидея baby smile орхидея где мы верхушку тоже омолаживали срезали ее и пенек оставляли пенек буквально прямо прямо за считанные дни выдал детку так ну вот вот так вот у нас остается эта орхидея значит корицей обработали срез обработали припудрили ей вот это вот все можно вот сюда вот во первых она не только корица обладает такими антибактериальными свойствами в какой-то степень она еще и отпугивает немножко микро микроорганизмы нехорошие так ну что убираем пока в стороночку вот это все сейчас я уберу хопа и теперь мы с вами будем готовить ее к пересадке да то есть в принципе вот так вот оставлять я конечно не буду ее мы сейчас с вами пересадим и вот точно такая же ситуация у нас была с вами с ее второй вот такой вот сородичей это вот как раз та самая орхидея которая таким тюльпанчиком цвела да но не тюльпанчиком она процвела пилориком да это тоже у нас орхидея хуарджи фэнси локасты тайп она у нас процвела вот как похоже на пафеопеде он цветет как туфелька и вот у нас она точно такая же длинное было основание без корме и только вот с верхними воздушными корешками но мы и низ не обрезали низ у нас здесь в горшке вот именно вот до этой полоски прям специально полоску рисовали чтобы я для себя понимал насколько воды наливать здесь у нас на под основанием пеноплекс кусочек пеноплекса лежит у под этой орхидеи ну и крупные куски коры дренажный слой пеностекло с керамзитом а маховой фитиль и вы сами видите что в принципе она нарастила здесь кучку корней это мы ее пересаживали по моему зимой вот зимой этого года или ранней весной в общем ей еще нету года вот такая вот картина орхидея шикарно цвела после пересадки помните она нарастила но мы кстати еще обрабатывали этим максимум вот нарастила цветоносов отцвела в общем красотка вот примерно по такому принципу мы сегодня с вами посадим нашу с вами вот эту орхидеи так тоже в кашпо и тоже с использованием мохового фитиля сейчас я возьму мог у меня есть мог вот он вот я думаю что вот такого количества нам хватит я его делаю прям такой знаете упругий жгут упругий жгут до самого дна он еще влажный этот мох у меня кстати уже года два в емкости хранится так вот я его вот потому что чем плотнее этот мох мы его сжимаем вот такую вот колбаску делаем тем он лучше напитывается водой и подымает эту воду вот так вот в общем это теперь будет теперь значит что делаю теперь на дно немного немного дренажного слоя который будет состоять вот кусочков пеностекла и керамзита думаю достаточно будет здесь нам под основание в принципе этой орхидеи укладывать нечего укладывать нечего нам главное знаете вот эти корни которые у нее есть как-то их изловчиться и вот хотел по больше сделать к этот обзор вот изловчиться их и запустить сюда значит внутрь вот эти вот воздушные корни за исключением наверное но не знаю вот этих вот которые прям совсем вверх смотрят у нас их не получится конечно он сломается и все а вот вот эти вот мы сейчас сюда запустим вот потихонечку так там где они слишком длинные мы можем немножко орхидею прокрутить вот так вот чтобы корни у нас папа а так вот видите скрутились ну вот примерно вот так это выглядит так вот так вот и теперь наполним все вот это вот вниз я сейчас возьму совсем крупные куски коры сейчас я покажу вам совсем крупные куски есть вот такие вот видите а сверху сверху мы положим менее крупные то есть вот такие вот сверху то есть будет знаете аэрируемая посадка по принципу вот вот это вот орхидея посажена видите как хорошо здесь крупные прям куски прям очень крупные сверху поменьше здесь это все дышит аэрируется внизу вода вода и мох стимулирует выманивают корни корни растут в общем все хорошо орхидея цветет так ну что беру кусочки выбираю сейчас выберу несколько штук вот таких вот и мы с вами будем туда на дно палочкой запихивать так пропихивать так что вот так вот раз мог точнее не мог кора вот этого друзья когда она разрабатывается после нескольких поливов она начинает вот эти вот кубики начинают впитывать в себя внутрь воду и так хорошо потом долго эту воду отдают и при этом между этими кубиками хорошие нити к на каналы такие между кубиками воздух хорошо проходит и корни себя чувствует просто обалденно просто обалденно сюда надо как-то пропихнуть поменьше вот такой вот сейчас между корнями видите тут растет вот корешок вообще одно наверное из самых любимых дел из процедур с орхидеями это вот пересадка и формирование внутреннего вот этого пространства в горшках это такой какой-то знаете несравненный такой кайф получаешь как складываешь пирамидку в детстве тетрис такой вот так вот беру кусочки и складываем так вот внизу крупные да а сверху уже можно сюда вот помельче чтобы как бы у нас влага со дна она задерживалась между мелкими вот этими кусками ну и скажем так быстро не не пересыхала не выветривалась так беру кубики теперь помельче вот эти и теперь их сюда закидываем сверху вот этот цветонос я сейчас обрежу видите цветонос сразу не обрезал он немножко нам здесь сыграл устойчивый вот они его он нам не нужен уже все у меня собака здесь рядом храпит наверно слышите это не я соплю вот рядом код еще здесь то здесь все нить-ка васька да ты же моя сладкая да вася ну ты чё храпишь вот только она храпит митюха подглядывает так что друзья тут у нас полный контроль у меня вот все здесь уже сверху попроще вот эти маленькие закинуть вот сам значит грунт видите я не до верху буду то есть я оставлю эту орхидею как бы немножечко вот под бортиком под бортиком это чтобы вокруг основания этой орхидеи было такое пространство бортик чтобы скапливался вокруг основания скапливалась влага и быстрое основание не просыхала так вот чтобы выманивались корни так сейчас я чуть-чуть осталось у нас так вот так ну и сам мог немножко сверху я так это у нас корица упала на этот на листик вот и сверху немножко я прижму мох вот так чтобы он не зеленел у меня тут сверху так ну так вот примерно вот так еще немножко отсюда так ну вот так вот все друзья все вот такая у нас получилась посадка сейчас я вставлю вставленную бирочку вот сюда вот все вот такая получилась у нас посадка очень мне кажется практичные и удобные с точки зрения ухода за орхидеи полива и всем остальным то есть первые два три полива я буду поливать ее вот где-то вот так воду наливать замачиванием чтобы немножко разработалась вот это вот кора ну а потом просто буду по мере просыхания грунта просто на дно буду сюда наливать водички там вот ну там два пальца например вот так вот и за сутки то вода будет распределяться вверх вот вот маховой фитиль и передаваться вот соседним кусочком коры то есть как минимум две третьих две третьих объема вот этой посадки орхидеи они будут влажными а вот эта верхняя часть она будет такая с сухой полусухой на мой взгляд орхидея сама выберет себе оптимальную среду для корней вот ну а мы с вами посмотрим куда будут корни лучше тянуться в орхидеи ты уже соответственно сделаем выводы но пока нам нужно чтобы орхидея пришла в себя вот а для этого мы через наверно наверно послезавтра завтра нет а вот послезавтра я ее замочу замочу на 30 наверное минут вот так вот воды наберу чтобы вот эти корни нижние они напитались водой вместе с кусочками коры ну а пока вот орхидея будет стоять вот так так цветонос можно вот этот вот уже обрезать он ну вот до сюда его обрежу вот так вот все друзья вот такие вот две а кстати когда покупал значит тут эту вторую орхидеи вот эта вторая орхидея была ровно в два раза меньше вот этой а вот это было по сравнению вот с этой крупненькая теперь на сегодня ведь как выглядят эти орхидеи то есть в этой посадке орхидеи очень понравилось вот так вот все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока